Новости Зинаида Нейрохина потрясена новостью о задержании депутата и директора порта Андрея Лещенко. Председатель городской думы уверена, что обвинять чиновника рано. Виновность или невиновность подозреваемого определяется судебным решением, отметила Нейрохина. Напомню, депутата Ростовской городской думы Андрея Лещенко подозревают в хищении полумиллиарда рублей. Его задержали в рамках расследования уголовного дела, которое завели еще год назад в отношении другого чиновника. Тогда в превышении должностных полномочий заподозрили Александра Кочергина, бывшего директора департамента земельно-имущественных отношений. По данным следствия, он в 2010 году вывел из собственности города часть территории по улице Первая Луговая. Землю приобрел Ростовский универсальный порт. Его директором как раз и является задержанный накануне Андрей Лещенко. Чтобы обосновать приобретение земли, он подделал документы. В результате махинации чиновник присвоил 550 миллионов рублей из муниципального бюджета. В Ростовской области стали меньше давать на лапу. Размер средней взятки в регионе в минувшем году снизился в три раза. Сейчас это 60 тысяч рублей. В Сальске и Волгодонске взятки самые маленькие. Не больше 800 рублей. Результаты своего исследования приводит региональная антикоррупционная комиссия. Интересно, что при уменьшении самой суммы уровень взяточничества на Дону только возрастает. Случаевым сдаимство стало больше на 30% по сравнению с 2013 годом. Статистику подтверждает и исследование социологов Финансового университета России. По их данным, в минувшем году Южная столица стала лидером по уровню коррупции в стране. За ней Рязань и Краснодар. Главный социолог Финансового университета Алексей Зубец разбивает стереотипы российской коррупции. По его словам, среди взяточников не так много представителей правопорядка и чиновников, как думают многие. Вот гаишник, это вот такой типичный коррупционер, собирает деньги на дороге, прячаясь за кустом там со своим полосатым жезлом. Так вот, наше исследование показало, что эта легенда, она не отражает действительности. На первом месте по частоте взяток, да, стоят врачи, которые являются наиболее частыми получателями денег от народа. Дальше идут, собственно, сотрудники правоохранительных органов, учителя. И на последнем месте, замыкая этот трейтинг, еще один герой коррупционной легенды, это сотрудник ЖЭКа. То есть, на самом деле, нашей стране нужен новый какой-то коррупционный фольклор, в главе которого будет стоять не гаишник, а врач. В Ростовской области действует программа по противодействию коррупции. Изначально на ее реализацию планировали потратить более 2,5 миллионов рублей, но в итоге реализовали только половину этих денег. Новости на Дону решили выяснить, как жители Донской столицы относятся к взяткам. Мнения горожан разделились. Да нет, я не отношусь положительно ко взяткам. Просто ситуация складывается так иногда, что легче отдать там какие-то 500 рублей. Я отношусь, конечно, плохо. Нет, я не давал никогда взятки. Компрометирующий вопрос. Отношусь скорее негатива, чем плохо. За рулем, конечно, приходилось. У меня средняя сумма 500 рублей всегда. Ну, а я отрицательная, я не давал взятки никогда. Мы в России живем, поэтому здесь без взяток никак. На сайте yukregion.ru большинство опрошенных признались, что участвуют в мздоимстве. По данным независимых исследователей, в России ежегодно дают взяток приблизительно на 300 миллиардов долларов. Триллион рублей теряется на госзакупках. На Дону впервые в России стали массово чипировать животных. Это нужно для того, чтобы убежавшую или украденную скотину было проще найти. Накануне электронные микрочипы вживили коровам в Песченокопском районе. Как рассказал главный ветеринарный врач области Алексей Ермаков, подобная процедура коснется 50 тысяч голов крупного рогатого скота. Бирки, татуировки, ошейники имеют недостатки. Они срываются, пропадают, номера стираются. То есть происходит обезличивание животного. Микрочип этих проблем не имеет и позволяет абсолютно точно идентифицировать любое животное. Номер микрочип имеет индивидуальный, один раз и на всю жизнь. Для жителей четырех районов Ростовской области услуга чипирования крупного рогатого скота абсолютно бесплатна. На этот проект правительство региона выделило более трех миллионов рублей. К слову, один микрочип стоит 150 рублей. Взрывы и химические реакции продемонстрируют для ростовских пенсионеров в День мудрости 27 апреля. Эпицентром празднования станет научный музей-лабораториум. По словам специалиста музея Алисы Степанцовой, гвоздем программы должен стать химический эксперимент с жидким азотом Крионик Шоу. Потому что жидкий азот само по себе вещество очень интересное. Ну азот, я думаю, что вы в курсе, что это газ. Но при замораживании этого газа до температуры минус 196 градусов он превращается в жидкость. И эта жидкость испаряется. Я думаю, что достаточно просто представить, как паром заполняется половина комнаты. При вливании небольшого количества кипятка в этот самый жидкий азот. Много пламени, много огня, но, естественно, это все безопасно при этом. Ну и взрывы как бы тоже присутствуют. Там взрываем шарик. Обычно людей больше всего просто взрывы интересуют. Помимо физико-химических опытов, пенсионеры смогут послушать научно-популярные лекции, которые прочтут вузовские преподаватели, и поиграть в интеллектуальные настольные игры. Перед посетителями выступят музыканты консерватории имени Рахманинова. День мудрости – социальный проект. Он для пенсионеров, ветеранов труда и подопечных домов престарелых. Чтобы поучаствовать в нем, надо ответить на вопросы викторины. Подробности сообщает сайт правительства области. Эти и другие новости доступны на нашем сайте. Югрегион.ру в студии была Наталья Тарасова, служба информации «Радио Тихий Дон». Радиоканал «Радио Тихий Дон». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Эл номер ТУ 6101-083 от 24 сентября 2014 года. Для радиослушателей старше 12 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова